Всем привет! Всем добрый день! Всем привет! Сегодня мы поговорим с очень важным человеком Софьей Вейбер. Меня зовут Олег. Ольга, расскажите, чем занимаетесь? Я являюсь партнером Лосибюрт в Казахстане. Это тяжело, и партнер должен быть локальный, также влюбленный в цветы. Когда увидела страницу Лосибюрт, зашла и как бы там прям зависла. И это такой путь, у которого нет конца. В целом мы давно и долго вынашивали идею масштабирования нашего бизнеса. Раз за разом, капая на мозг. Да лучше-то не бить повод. Это был долгий процесс. Пока мы только начинаем их менять. Одним из главных событий, прошедшего до 2023 года для Лосибюрт, стало открытие нашей студии в Астане, где мы сейчас и находимся. Сегодня обсудим, как это было, что находится в студии сейчас и как она работает. Поэтому погнали внутрь. Соня, почему решили открыться в другой стране? Фокус на международное развитие у нас появился еще в 2014 году, когда мы впервые открыли студию в Лондоне. Потом на какое-то время мы переключились на развитие и становление студии в Москве. И дальше вернулись к этому в 2021 году. И в 2022 году мы начали прорабатывать все эти варианты. То есть это прежде всего анализ рынка, анализ потребностей. И это все такая длительная история. В целом мы давно и долго вынашивали идею масштабирования нашего бизнеса. И Казахстан стал прекрасной отправной точкой. Потому что, в первую очередь, конечно, это схожая модель потребления. Так или иначе, большое количество праздников пересекаются как в России, так и в Казахстане. Поэтому для нас это стало очень хорошей отправной точкой, которую мы для себя определили. Плюс мы постоянно видим те изменения, которые происходят, тот рост и развитие внутри Казахстана. И мы понимаем, что тут есть очень интересный и перспективный для нас рынок. Появилось предложение открыться в Казахстане. Мы встретились с партнером, с Ольгой. Это был мэч с первого взгляда. И мы поняли, что мы разговариваем на одном языке. Ольга очень заинтересована. У нее есть доверие к нашей команде, к команде профессионалов. И мы приняли решение открываться в Казахстане. Так, насколько я знаю, вы никогда не были связаны с цветами. Чем занимались до и почему вообще решили прийти во флористику? Да, на самом деле я никогда не была связана с флористикой. Я только была потребителем, любила покупать цветы, но никогда сама этим не занималась. У меня был бизнес, был салон красоты со студией йоги. Мы занимались этим с подругой. Мы на протяжении шести лет этим занимались, потом немного устали от этого бизнеса. Решили продать. То есть продали студию, и потом был какой-то перерыв, или сразу начали смотреть в сторону флористики? Нет, был перерыв на самом деле. Я как бы устала в какой-то момент и решила, что я буду заниматься только семьей. Я не хочу вообще бизнеса. Наигралась, так сказать. И был перерыв, я, в общем-то, успела отдохнуть. Ну и у меня была мысль все-таки, что я хотела бы на цветочный бизнес. Мне, ну не знаю, почему-то меня это манило, привлекало. Сама я не смогу, так как у меня нет опыта вообще в этом бизнесе. А уже вот столкнувшись первый раз с бизнесом на бьюти, я понимала, что тоже вот без опыта я открывала это, это было очень сложно. И поэтому я решила, что мне нужны ли партнеры, либо какая-то франшиза, где бы мне просто, ну как бы кто-то, кто мне поставит руку помощи. И вот, и я начала смотреть вообще все цветочные какие-то красивые в Москве, то есть там где-то за границей. И некоторым писала, кто-то мне не отвечал, кто-то мне отвечал, что они как бы не заинтересованы. Вот. И в какой-то день я увидела рекламу о том, что Лесси Бёрд едет в Казахстан с мастер-классом. Мастер-класс был в Алма-Ате, правда. Но я вообще тогда увидела страницу Лесси Бёрд, зашла, и как бы там прям зависло. Очень красивые букеты. Я тут же написала о том, что вот опять сообщение, как всем, о том, что я хочу там открыть студию, а нет ли у вас вариантов франшизы, либо партнерства, и как бы вот не рассматривайте. Мне достаточно быстро, очень быстро даже ответили. Это был Олег, и мы с ним, как бы, в принципе, быстро даже договорились, опять же, уже созвонить в Зуме. То есть уже как бы на друг друга посмотрели, пообщались, и тоже договорились о встрече уже втроем с Вадимом. Какие были ожидания от открытия студии в Астане? Нашим ожиданием было, что мы зайдем на аудиторию, где наши букеты будут понятные, где люди будут готовы к такой нестандартной экспериментальной флористике, и нас примут с распростертыми объятиями, все нас там ждут, и готовы покупать букеты лассидор. С такой ситуацией мы столкнулись, когда мы в 2012-м открылись в Москве, когда поняли, что рынок в Москве еще не готов, и мы были одними из первых, кто зашел на рынок с такой экспериментальной флористикой, и начал образовывать клиента. Мы своими букетами показали, что, подарив букет цветов своей женщине, вы можете получить не просто спасибо, а вы можете увидеть горящие глаза женщины, вы можете увидеть эту лучезарную улыбку и поток вот этих эмоций от этого. Цветы – это всегда праздник, наверное, да? Цветы – это положительные эмоции, всегда какое-то хорошее настроение, и хотелось вот это, создать это в Астане для своих там родных, близких, чтобы даже вот просто свой круг можно было радовать этими, дарить эмоции. А насколько, думаете, это удалось? Я думаю, что на топ-процесс, в принципе, я вот столько слышу отзывов, даже от незнакомых людей, кто даже не знает, что я с Ласси Бёрдей это связано, да? То есть я просто от посторонних каких-то людей всегда слушаю, типа там, вау, там так стильно, там так круто, там так красиво. Вот у нас было зимой очень много оформлений перед Новым годом входных групп фасадов, ну и летом тоже фасады были, но их было поменьше, вот. Особенно, когда у нас новогодние были инсталляции эти ёлки, это просто было вот вообще, ну, то есть, как бы вирусное какое-то… Оформление. Оформление, да. То есть очень красиво. Это прям что-то необычное для нас, у нас очень такие стандартные и традиционные какие-то обычные вещи, да, вот привычные всем делают. Я бы, кстати, сказала, что это тоже такая отличительная особенность в плане какого-то декора, потому что в Казахстане прям вот любая какая-то точка продажи вообще чего угодно какой-то, это может быть вообще салон красоты, это обязательно общепит, то есть рестораны, это отели, всё оформлено цветами, либо какими-то там, понятное дело, искусственными элементами. Ну, в общем, это тоже любят, вот в плане оформления входных групп, прям вот радуется глаз, вот когда едешь по городу. Особенно на Новый год это было, конечно, прям вот, ну, у нас была большая пиковая нагрузка здесь вот именно этими фасадами. Все хотели, ещё же надо было уложиться в сроки, потому что, ну, это такая история, как бы ограниченная временем, вот, и как бы это было сложно. Команде далось это нелегко. Ну, и потом мы первый раз тоже в этой ситуации были, и как бы это было всё, первый опыт такой, ну, было сложно. Но все справились, главное, всё удалось. Как бы вы порекомендовали строить взаимоотношения, когда мы говорим о партнёрстве в бизнесе, вот что нужно учесть, и что бы вы, возможно, посоветовали, вот если кто-то из наших зрителей хочет пойти по франшизе, либо также в варианте партнёрства сотрудничать с какой-то студией? В первую очередь, выбирая партнёра, вы должны понимать, что у вас одинаковые ценности. Вы прежде всего должны обращать внимание на человеческие качества этого человека, насколько комфортно вам с ним общаться, как вы, не знаю, там, ну, там, вплоть до того, как он реагирует на ваши шутки. В партнёре это как в выборе супруга, да, или там, друга. Вы обращаете внимание, прежде всего, на его человеческие качества. Чтобы партнёры были схожи по человеческим каким-то ценностям, чтобы вот произошло, вот, не знаю, какой-то мэч, как всё сейчас говорят, да, какое-то совпадение. Это важно, чтобы были общие ценности, вообще даже не по строению бизнеса, а вообще к отношению к жизни. Это кажется такими банальными вещами, но это важно, потому что вы, прежде всего, работаете с человеком, и вы должны быть уверены в этом человеке. Если есть, как бы, чисто человеческий контакт, и есть понимание, вообще, всё прописано, есть понимание по бизнесу, то, я думаю, проблем потом в будущем не будет. С точки зрения партнёрства, конечно, в первую очередь необходимо брать во внимание тот факт совместимости с партнёром, потому что так или иначе нам играть в долгую, строить совместный бизнес, это не какая-то проектная история, это полноценный масштабный проект на долгие года, и в целом нужно понимать, что совместимость с партнёром и с человеком в таком случае является ключевым моментом для заключения партнёрства. Но, конечно же, необходимо учитывать и те компетенции, тот потенциал, который может привнести партнёр, и нам очень повезло в Казахстане с Ольгой. Она имеет глубокое понимание работы рынка, она прекрасно разбирается в локальных трендах, в культурных особенностях, в модели потребления жителей Казахстана, и мы для себя довольно-таки быстро поняли то, что с этим партнёром мы можем идти долго и успешно развивать наш совместный бизнес. Но важно же это ещё и закрепить какими-то документами договорными. Конечно, составление договора и работа с юристом – это отдельный блок такой, да, который мы прошли. И я считаю, что очень важно на первоначальном этапе проговорить все возможные сценарии развития вашего партнёрства. Во-первых, нужно все условия партнёрства, во-первых, оговорить до заключения всех, чтобы было полное понимание, чёткая, ясная картина, чтобы какие-то неприятные моменты потом не возникали. На что мы, в принципе, очень много внимания уделили. Мы прям очень долго, скрупулёзно прописывали все с юристом и прописывали все условия наших партнёрских отношений. В Москве у нас есть один друг, у него своя компания, который проводит партнёрские сессии, где перед заключением партнёрства, как сессия с психологом, да, на самом деле, это очень важная, интересная штука, я не один раз её проходила, где вы в самом начале обговариваете на берегу все возможные сценарии развития. Конечно, когда вы влетаете в это партнёрство, вы такие вдохновлённые, да, эмоциональные, позитивные, но и поэтому вы можете не обратить внимание на важные вещи, о которых часто не говорят на этапе заключения партнёрства. Мне кажется, это похоже на обсуждение брачного договора, когда вы тоже с супругом, с супругой рассматриваете все возможные варианты исхода, там, что будет, о чём вы не думаете, когда... Да, я считаю, что это взрослый подход. Я помню, что вы жили несколько лет в Москве, и да, это было давно, я тоже помню, но, может быть, есть какие-то отличительные особенности именно культуры цветов в Казахстане, может быть, социальные особенности? Ой, не знаю, мне, честно говоря, сложно так сказать, потому что я давно жила в Москве, но я не помню вообще по поводу цветов, какие ощущения у меня были по поводу культуры дарения. Мне кажется, у нас, наверное, просто больше поводов, скорее всего, у нас очень развиты вот именно семейные какие-то вот эти ценности и отношения, сильно это поддерживается, ну, вот, как бы, культурно, да, это вот так сложилось, что много семейных мероприятий каких-то, часто собираемся, любим праздники, и поэтому, ну, как бы, чаще всего все праздники, все походы в гости, все равно, как бы, что-то там несешь с собой, ну, то есть, если это не торт, там, пирог, то это цветы, ну, то есть, вот эти все равно. Потом у нас есть там, не знаю, у Роза, да, есть такой праздник, да, опять же, ну, не праздник, это пост вообще-то, и то есть, это все, например, на протяжении всех этих дней закрывается вечером стол, и обычно всегда все равно постящиеся там или те, кто приглашают, идут в гости, хотя бы несколько цветов там для украшения ставятся, ну, как бы, красиво стараются. Просто украсить. Просто, да, ну, то есть, просто там в два-три места, там, по три цветочка, то есть, вот как-то так. Например, в Москве принято дарить букеты, но, может быть, это не так часто, по каким-то важным событиям, да, и букет здесь является полноценным подарком, поэтому он большой, он дорогой, а в Астане событий вот таких, их гораздо, гораздо больше, больше праздников, больше поводов подарить букет, то есть букет в их случае это как комплимент. Я пришел подружку поздравить, я пришел на ужин, я давно не виделся с человеком, я поздравляю партнера, там, не знаю, с понедельником, да, вот, то есть, чаще дарят букеты, но они меньше. С точки зрения потребления, в России развита культура дарения среди девушек. Девушки часто много покупают цветы для своих подруг, покупают для своих друзей, знакомых. В Казахстане на текущий момент такая история не так сильно развита, но мы надеемся, что в ближайшее время эта история будет развиваться, потому что сама по себе история, сама по себе модель безумно прекрасная, и мы понимаем то, что к этому все идет, мы видим даже в своей аналитике, в тех данных, которые мы собираем, что все больше и больше девушек покупают букеты как для себя, так и в подарок, но сейчас наш ключевой клиент в Казахстане это мужчины, которые дарят цветы в подарок своим любимым родственникам и так далее. Да, очень интересны эти различия в дарении, в целевой аудитории нашей студии в Москве и в Астане, то есть все-таки различия есть, а есть ли отличия в ведении бизнеса в Москве и в Казахстане? Есть определенные особенности, с которыми необходимо смириться, конечно, скорость жизни, темпы роста и развития, они находятся не на таком уровне, как в той же самой Москве, но в целом это довольно-таки редкая история, чтобы работая на международном уровне, я понимаю то, что такая история как развита в Москве с точки зрения бизнеса, скорости принятия решений, с точки зрения каких-то операционных, кооперативных моментов, которые происходят в компаниях, это тот уровень, к которому необходимо многим-многим странам, городам стремиться. Я бы сказала, что первой отличительной чертой от Москвы является то, что это совмещенный формат, это офлайн и онлайн. Вторая черта — это неготовность, наверное, сотрудников работать с таким же уровнем вовлечения, с таким же уровнем ответственности, как у нас работает в Москве, и отсюда сложность выстраивания всех процессов и систематизации этих процессов. То есть мы пишем должностную инструкцию, мы ее анонсируем, и мы ожидаем, что ей будет четко следовать. Безусловно, это не всегда работает на 100%. Даже если говорить о Москве, в Астане же у нас более какая-то расслабленная обстановка, и пока сложно донести команде, что соблюдение должностной инструкции — это один из важнейших пунктов их работы. И это касается как и клиентов, так и сотрудников, так и работы с подрядчиками, с партнерами. Например, есть такая фишка, то, что в Казахстане все вопросы решаются в WhatsApp. Многое, конечно, завязано на каких-то личных встречах, знакомствах, но так или иначе, с точки зрения культуры деловых переписок и коммуникаций, это все решается в WhatsApp. Нет необходимости там придумывать какие-то дополнительные системы, стараться вести коммуникацию в почте, так или иначе, это все замыкается там. Также, с точки зрения доведения моментов до окончания, есть такая определенная особенность — это скорость принятия решений. И в Казахстане зачастую бывает то, что партнер может пропасть на какой-то период времени, потом как ни в чем не бывало вернуться в поле. И в целом эта история довольно-таки развита на Азианском-Тихоокеанском регионе. Многие отношения, многие процессы вообще построены на личном знакомстве, на связях, на договоренностях. А в Москве это партнерские отношения с четким пониманием своих обязательств. И все понимают, что если ты четко работаешь, то с тобой будут хотеть работать дальше, да? А не то, что вы единственная цветочная база, поэтому мы работаем с вами. Партнерские отношения должны быть взаимовыгодные, и они должны быть взаимоудобны. С точки зрения самой студии, мы, конечно же, понимали то, что нам необходимо взять лучшее из нашего московского цеха, перенести его в нашу студию в Астане. И так и получилось. Те производственные процессы, то удобство, та эргономика, которую мы на постоянной основе используем в нашей московской студии, мы пытались имплементировать ее в Астане. Расположение холодильника, стол флористов, упаковочный стол, все необходимые истории, связанные с созданием букета, находятся буквально на длине вытянутой руки. Это, конечно же, все создавалось специально для того, чтобы упростить процесс работы наших флористов в студии. Плюс, конечно же, само пространство, оно заточено под масштабирование, оно заточено под то, чтобы работать на больших мысленностях, чтобы обслуживать еще большее количество клиентов. Мы это все понимали и делали целенаправленно для нашего будущего масштабирования внутри Астаны и роста продаж, роста, конечно же, покупательской способности в регионе. И в целом понимали то, что в пиковые моменты, в пиковой нагрузке мы хотим справляться, как это происходит в Москве. Ты упоминала о том, что сейчас студия в Астане работает в смежном формате онлайн и офлайна. В Москве же мы пришли к тому, что это скорее онлайн, нежели офлайн формат. Почему вот в Астане выбрали совмещенный формат? В целом в Москве не скорее, а стопроцентный онлайн формат. В Астане же мы поняли, проводя анализ рынка, мы поняли, что вот эта культура онлайн потребления, она еще находится в стадии развития. Так как там и город меньше, и для людей это может быть какой-то тоже элемент интерактива, им важно прийти в студию, посмотреть, вдохновиться, выбрать глазами, руками и как-то, может быть, даже поучаствовать в процессе. Поэтому мы решили пойти вот таким понятным путем, ничего не изобретая в самом начале, и совместить онлайн и офлайн формат. Изначально, когда мы планировали открывать студию в Астане, мы анализировали рынок, смотрели на потенциальных конкурентов, с которыми нам придется работать, и, конечно же, анализировали модель поведения клиентов потенциальных в Астане. И мы в целом увидели динамику того, что люди в основном, люди очень любят прийти, потрогать, пощупать, посмотреть в офлайн формате. Плюс, конечно, необходимо учитывать фактор того, что стоимость коммерческой недвижимости в Астане довольно-таки низкая, особенно по меркам Москвы, и возможность заключения контракта с арендодателем на долгий срок позволил нам принять для себя финальное решение, что мы открываемся именно в смежном формате. И это было 100% правильное решение, так как на первых этапах, на первых месяцах работы студии оффлайн трафик превалировал над онлайном. Хотела еще спросить о том, вот есть ли такая ошибка, наверное, в восприятии многих людей, что цветочный бизнес — это очень красиво и очень легко. Вот столкнулись ли вы за уже почти год работы с пониманием, что цветочный бизнес — это вообще сложно или просто, и какие здесь есть подводные камни? Ну, как любой бизнес, цветочный тоже непростой. Для меня вот первым откровением было, это когда была первая поставка, когда мы только открылись, оказывается, сколько грязи, сколько мусора, в этом смысле, и от цветов. То есть для меня это было, что вот привезли коробки, и я, во-первых, не думала, что они так приходят, ну, что они в коробках. То есть это как бы... Как думали? Честно говоря, не думала. Не думала, да. Но я не думала, что, кажется, вот эти там коробки, что столько коробок будет, что вот эта гора коробок, какой-то бумаги, потом вот эти листики отрезают, это все подрезают, эти цветы расправляют. Это оказалась колоссальная работа. Ну, то есть мне казалось... Ну, я вообще, честно говоря, никогда не задумывалась, как устроен этот процесс. Мы же приходим, обыватели, видим красивую витрину, нам красиво оттуда взяли несколько цветочков, красивую бумагу, и мы ушли. А все стоит за этим, что, как бы, никто не знает, что это на самом деле большой труд. И много мусора. Для меня вот это было, конечно, откровением. Но это одно. Это вот как бы мусор, это одна. Другая история, что это все штучный, ну, как бы товар, да, и в большом ассортименте, и это нужно все учесть. Ну, это большой товар, ну, как бы, нужен быть учет настроен настолько, что вот каждая веточка, все учтено, списание, прибытие, там, поставка на учет. И тут, конечно, очень большой плюс, опять же, партнеров, потому что, если бы делала я, это было бы, наверное, как-то в тетрадочке, на коленочке, как-то там потом, не знаю, как бы мы с этим разбирались бы, это было бы... Не делайте так. Не делайте, да. Это точно неправильно. Вот. То есть, благодаря своим, моим партнерам, я могу сказать, что у нас все поставлено, все, есть мой склад, там, все программы, там, у девочек, мой график, у флористов, это все автоматизировано, все учтено. И, как бы, ну, это тоже прям бизнес и целое производство. И когда вначале ребята говорили цех, я думаю, как-то странно даже звучит, цех, цех. А потом я поняла, что реально это целый цех. То есть, это вот работает... Про производство, букет. Да. Ну, то есть, это вот, как бы, кажется, что что такое цветы, а вот попробуйте. Да, попробуйте. Да. На самом деле, не все так просто. Я считаю, что цветочный бизнес, это очень сложно. И сюда нужно приходить только по любви. И если уже выбрали приходить цветочный бизнес, то нужно понимать, что это такой же бизнес, как и любой другой, как, не знаю, какая-то розничная торговля, да, но он еще усложняется тем, что вы работаете с скоропортящимся товаром. Он усложняется тем, что качество букета зависит от уровня творца, который его создает. И здесь в целом невозможно четко систематизировать все процессы. И это такой путь, у которого нет конца. Как вообще обстоит дело-то с цветами в Казахстане, вот с точки зрения закупа? Я понимаю, что у нас есть к чему стремиться, есть куда расти. Поэтому, что не такой большой ассортимент цветов, допустим, в сравнении с Москвой, когда мы смотрим московскую матрицу, там, вот этих продуктов, да, как это, цветов, букетов и композиций, мы часто не можем повторить ее, потому что у нас просто нет этих, этого состава, то есть нет этих цветов, мы не можем их тут заказать, просто не привозят. Поставщиков не так много, и они могут, ну, как бы, они монополисты, по сути, да, своей, там, два-три поставщика, и они могут и цены, то есть, как-то я думаю, что все-таки, если бы был больше, ну, как бы, рынок был больше, там было бы интереснее, ну, как есть. Ну, с цветами понятно, а что касается различных расходников, то есть, там, упаковка, вазы, какие-то сопутствующие товары и так далее, потому что они представлены в оффлайн-студии в Астане в большом достаточном количестве, то есть, есть ли возможность в Астане их заказать, либо это какая-то отправка из Москвы, либо напрямую доставка, там, не знаю, из Китая, какие-то... Да, конечно, есть определенные особенности, опять же, это завязано на объеме рынка, соответственно, рынок будет расти и развиваться, будут больше открываться компании, которые занимаются непосредственно закупкой расходников и дальнейшей реализацией для бизнеса локального, но в целом, конечно, большое количество расходных материалов приходится заказывать из России, с точки зрения производства, большого количества вещей мы до сих пор завязаны на Москве, мы просто понимаем, то что им, конечно же, прорабатывали локальных поставщиков и цель и задача была максимально локализовать все те моменты, связанные с производственными процессами, но даже с стоимостью логистики, к логистике, даже с теми расходами, которые нам приходится нести для того, чтобы организовать все эти процессы, получается намного дешевле заказывать это все локально в России. В Казахстане на текущий момент удалось локализовать порядка 50% всех расходных материалов, которые используются в студии. А с точки зрения найма сотрудников, были ли какие-то сложности, вообще с чем столкнулись, когда решили набирать команду в студию Астаны? Мы когда решили набирать, мы были когда на собеседовании, я была на собеседовании, присутствовала тоже с партнерами, как с Вадимом, с Олегом, мы ходили вместе, и, в принципе, кандидатур было много, потому что бренд Лассиберд, он такой знаменитый среди флористов. Они таки приходили, и все говорили, ой, я там мечтала, там все время наблюдала, я много лет подписана под Лассиберд Москва, и все такое. Как бы всем за честь здесь работать. Просто, ну, опять же, я насколько понимаю, что у Лассиберд есть какая-то техника, и она наверняка достаточно сложная. Ну, наверное. Я так понимаю, что не все справлялись с этими заданиями, которые там были. Задания там первые турниры, из которых нужно было собрать какие-то букеты, там и время было важно, и техника, и все остальное. Вот. Но не все как бы с этим смогли справиться. Ну, первое, с чем мы столкнулись, это с низким уровнем профессионализма флористов. Но наша сильная сторона, что мы умеем с этим работать, мы умеем обучать, и мы легко решили этот вопрос. Конечно, менталитет не подразумевает какой-то вот такой сильной вовлеченности в процессы, и заинтересованности, чтобы компания развивалась. Ну, как бы одной из наших целей сейчас это внедрить мысль, что развитие это, ну, вообще это жизнь, да, если ты развиваешься, то ты живешь, и твой внутренний рост, становление тебя как профессионала напрямую зависит от роста компании. Вот. И отсюда, я думаю, донеся эту основную мысль, я думаю, что дальше у нас и сложатся все процессы. Это был долгий процесс, но в итоге, небольшой спойлер, получилась очень сильная команда, которая мотивирована, постоянно заточена на результат, это очень круто, но, конечно, это большой, тернистый путь, огромное количество собеседований, там, я помню неделю, когда мы совместно с Вадимом, нашим коммерческим директором, проводили собеседование, и там, чуть ли не сто собеседований за неделю, через нас, сто человек через нас прошло, и это был, конечно, очень тяжелый опыт, но в целом мы долго искали по-настоящему качественных, крутых кадров в Астане с точки зрения флористов, СММ-менеджеров, с точки зрения развития бизнеса локального, поэтому мы рады, то, что сейчас у нас укомплектовалась такая сильная, позитивная команда, которая постоянно думает, что бы новое преподнести, что новое создать, каких коммерческих результатов необходимо добиться, в целом, очень приятно. Хотела поговорить о том, вообще, где находится наша, ваша, наша студия в Астане, почему этот район, и как выбирали помещение? Ну, опять же, Вадим мне тогда отправил какие-то критерии, ну, в смысле, какие-то четкие критерии были, размер помещения, требования к ЖК, чтобы были дороги, хорошая локация, в плане, что удобно находится торговый центр рядом, то есть это проходить близко, тут много людей, это приходимость хорошая, транспортная развязка, то есть мы, к нам удобно доехать, и у нас город делится рекой на правый и левый берег, и нам было важно, чтобы была, ну, как бы, где-то посередине, чтобы удобно было доставку осуществлять и в тот, и в тот. В любую точку города, получается. В любую точку города, вот. Для нас было очень важно, чтобы это было светлое помещение, с хорошей проходимостью, и туда должно было быть, ну, должно вообще в целом быть комфортно, приходить не только нашим клиентам, но и нашим сотрудникам. В общем, были важные прописаны критерии, и мы по ним пытались найти помещение. Почему мы выбрали это, в принципе, потому что, когда помещение сдавалось в черновой отделке, мы сюда зашли, были высокий потолок, ну, то есть тут что-то около восьми метров, и была возможность, мы тогда поняли, что сделать второй этаж, и это удобно для академии. Ну, то есть мы по площадь по полу, как бы платим аренду за площадь по полу, а используем, в общем, фактически, как бы у нас уже в полтора раза больше. Студия у нас 200 квадратных метров. Изначально само помещение мы смотрели углового формата, мы искали помещение, залитое светом. Нам нужна была студия, в которой можно много и активно снимать, потому что контент — это все. И когда мы первый раз посмотрели помещение, мы сразу поняли, что тут прекрасно может разместиться студия цветов, угловое, наполненное светом, большое количество различных окон, воздуха, и в целом картинка почти сразу легла в нужное русло и в нужном формате. Выбирая помещение, мы ориентировались на принципы «это помещение должно отображать нас». Мне кажется, нам это удалось. И, в принципе, мы, я думаю, не ошиблись с локацией, потому что у нас даже летом вообще здесь оказался такой оживленный район, очень много офисных помещений, жилых комплексов хороших тоже много, и летом очень хороший именно пешеходный трафик, люди заходят, просто вот как бы увидев там красивые вывески, красивые цветы в окна, что-то, что-то, просто заходят посмотреть, ну, то есть, такой пешеходный трафик хороший. Что находится в студии, какая эргономика? Я знаю, что это твой проект, ты разрабатывала. Мы действительно разрабатывали с архитектором, с моим непосредственным участием, и я считаю, что без участия собственника и человека, который проходил путь, ну, или там, был вовлечен в процессы работы цветочного магазина, невозможно, без участия таких людей невозможно. То есть, нельзя отдать дизайнеру интерьера и сказать, нарисуй мне красивый дизайн цветочного магазина, нет. Во-первых, мы отталкивались от пространства, которое у нас есть, и при выборе этого пространства мы уже прогнозировали, где, какие зоны могут располагаться, где будет стоять холодильник, где будет рабочая зона и так далее. Дальше мы заключили аренду, договор аренды уже, и начали работу с дизайнером. Наша задача была сохранить как можно больше света. На входе у нас такая входная группа, она стеклянная, и она не закрывает, ну, не перекрывает никак обзор человеку. Когда человек заходит в наш студию, первое, что он видит, это витринный холодильник и место расположения клиент-менеджеров таким образом, чтобы они прежде всего увидели человека, который к нам заходит. Есть зона ожидания, где клиент может наблюдать за процессом сборки его букета, и также он находится в поле зрения нашего клиент-менеджера на случай, если ему что-то понадобится. Зону клиент-менеджеров мы продумывали таким образом, мы опять же учитывали, что мы строим это помещение на перспективу, и мы будем развиваться, и если сейчас у нас работает смена один клиент-менеджер, то это может быть и три впоследствии, и мы продумывали эргономику таким местом, чтобы могли поместиться и комфортно работать три человека. Также это усиление на праздники, то есть это все изначально было спланировано. Зона флористов, это прежде всего стол флористический, который также был спланирован по определенной высоте, определенной ширине и длине таким образом, чтобы двум флористам с одной стороны этого стола и четверым колботой и шестерым впоследствии было комфортно работать. Продумана зона выброса мусора, зоны хранения инструментов для флористов, рядом располагается у нас упаковочный стол, который также продуман с учетом всех плюсов и минусов наших зон в Москве. То есть мы уже этот путь прошли, мы уже понимаем, как это должно выглядеть, мы понимаем, что будет удобно, что неудобно, где можно сэкономить, а где экономить нельзя, поэтому вся мебель там безусловно дороже, потому что это оффлайн помещение и мебель должна быть красивой, презентабельной, но я бы сказала, что по стоимости мебели у нас получилось, конечно же, дешевле и оптимальнее, чем это могло получиться. Дальше зона закрытого хранения, санузел и раковина, которая вынесена у нас в основное помещение, потому что это непосредственно та зона, тот треугольник, в котором работает наш флорист. И на втором этаже у нас светлое просторное помещение, в котором располагается наша академия, а также это зона для работы офиса в обычное время, а также зона, которая используется для внутренних процессов по подготовке к проектам. Что касается холодильника, то это также продуманное освещение в холодильнике и зонирование, то есть есть витринная зона, клиентская, так сказать, и есть закрытая, такая удаленная зона для скрытого хранения. Это может быть либо длительное хранение, какой-то зелени, веток, там, чего-то еще, это может быть поставка, которую еще не разобрали, и эта зона скрыта от глаз наших клиентов. Где дороже открыть студию? В Астане или в Москве? Потому что я знаю, что и наши студенты, и наши коллеги планируют открыться в Казахстане, не обязательно в Астане, в разных регионах, но в то же время там и смотрели в свое время в сторону Москвы. Вот где дороже? Как ты думаешь? Для того, чтобы точно ответить тебе на этот вопрос, для этого нужно взять абсолютно идентичные студии в абсолютно идентичных местах расположения. Здесь такое невозможно, если, то есть, можно разложить на какие-то процессы, где, например, аренда в Астане дешевле, чем в Москве, ремонт такой же дорогой, как в Москве, может быть, даже дороже, расходники и сопутствующие, например, расходники точно дороже в Астане, сопутствующие товары можно заказать из Китая, это будет дешевле, доставка и логистика в Астане дешевле, уровень заработной платы в Астане такой же, как в Москве. Если мы в Москве будем открывать такого формата студию офлайн, это будет, я думаю, дороже. А какие планы по развитию? Планы по развитию у нас, конечно же, глобальные, и что мне нравится, что в Астане у нас очень хорошо стартануло направление декора, которое мы будем активно развивать. Мы хотим расти, думаю, все у нас получится. Расти в плане Казахстана. Ну да, хотим небольшую для Аузыки. Мы активно смотрим в несколько ключевых для нас регионов, мы надеемся в ближайшее время анонсировать открытие нашей новой студии, в целом планы грандиозные, мы хотим за этот год приумножить уже наработанный наш международный капитал с точки зрения студий, с точки зрения, конечно же, и академии. Мы постоянно смотрим на новые рынки, понимаем особенности, понимаем, где нам было бы интересно развиваться. Сейчас дело за малым. Дело стартануть, дело попробовать и посмотреть, насколько та или иная история будет нам привлекательно и интересно. Ну и, конечно же, продолжим направление онлайн, доставки букетов. Мы знаем, как это делать, мы умеем выстраивать процессы, главное не останавливаться на вот этой как раз систематизации выстраивания процессов. Что бы ты посоветовал тем, кто хочет открыть собственную студию цветов? Конечно же, пройти обучение в академии Lacey Bird. Без базы будет тяжело начинать свой бизнес в флористической нише, потому что продукт завязан на креативе. Креативу мы прекрасно обучаем на наших онлайн-курсах и оффлайн, конечно же. Системному подходу к ведению в бизнесе также мы обучаем, рассказываем об этом и стараемся донести до всех тот опыт, который мы смогли реализовать в огромном количестве студий, которые нам удалось открыть. Конечно же, не бояться, пробовать, делать. Прежде всего, я бы посоветовала делать это только по любви. И если вы уже решили, то обязательно пройти обучение в Lacey Bird академии. Я знаю, что у нас много информации, которую необходимо знать до того, как вы вошли в открытие вашей студии. И, наверное, не останавливаться никогда на развитии. Всегда думать о том, что можно улучшить, не отходить далеко от процессов и научиться делегировать, безусловно, чтобы не делать собственнику все руками. не отходить. Спасибо за субтитры